Это моя первая вылазка из Киева после того, как я понял, что просто мне придумывают новые уголовные дела, новые допросы, чтобы я с вами не общался. Поэтому я сейчас практически в Соболке нахожусь от их придуманных мероприятий. И намного приятнее с вами общаться с угрюмыми исследователями СБУ. Поэтому я буду... И они в прошлый раз меня когда-то спрашивали, там три вопроса задали, как делаете политические работы, как вы хотите менять страну, какие у вас политические планы. Думаю, что я этим твоим рассказываю, давай я пойду всем расскажу. 70% не доверяют по плану, там 72 гройсмана. То есть, такой катастрофу не было никогда ни у одного власти в Украине, а не просто на стеклянных номершествах, а не памятник. И, кстати, признак того, что каждый день у них скандал, это признак большого кризиса. Саламу алейкум. Я приехал из Азербайджана. У меня здесь еще бизнес есть, как сказать, по фаскуду. Мне штраф... Штраф нарисовали 800 тысяч гривен. Мне интересно, я вас поддерживаю. Трантирую налоговую? Да. 800 тысяч гривен. Мне интересно, 800 тысяч гривен, как мне... Мне четверо детей, а Украина. Как мне... Соплотить 800 тысяч гривен штраф. А сколько вы уже? Ну, получается, три года. Не добрали уже такой штраф? Да. Нет, нет. Сразу я приехал, когда в Украине работали нелегальные люди. Наверное, люди работали. Выпил, не вышел на работу. Я взял дорогие, 5-10 новых. Они пришли, поймали. Просто вопрос в чем? Они... Вот это классический случай. Вас как зовут? Угар. Значит, Угар, а случай как классический? Почему? Когда нам отгуляет торжественно, что какие-то благодетия мы были минималку для вас? Что такое минималка? 3200 было, сейчас, по-моему, 3800 же. Они что делали? Они говорят, вот так мы бизнесом. Мы будем приходить, ты будешь сейчас платить налог с 3800 зарплаты. А если мы обнаружим, что у тебя кто-то нелегально, а большинство из них, давай честно скажем, как в Бугасе-Разбон, там кто-то выбил, кто-то... Давайте честно, у большинства нелегально работают. И в Украине 90% получают в таких бизнесах, которые 8% в зарплату конвертных, и более того, в администрации президента 100%, я утверждаю, это с полной ответственностью, в комбине 100% получают за плату конвертных. Вот эти люди, которые платят, например, есть вице-премьер, так как Климпу 60, которые при 5 тысячи, я знаю, как факты, получают каждый месяц конвертия от администрации президента. И вот это правительство, которое конвертия получает деньги от парашеков или, а не от парашек, а не от исхода, не от исхода. То, что заходит в копилку, в общак, с того же, с налоговой и в основном государственных предприятиях, это в одном месте накапливается, и потом они платят своим конвертам. Вот эти люди вели для такого, как Бугаса, налог, чтобы... Ты не можешь такого делать. Мы-то так, но мы же избраны. А ты... Мы не понимаем, что у тебя нелегал. И сколько шраф заодно нелегал? 350 тысяч. 350 тысяч. Все, и бизнес купит. В результате я буду вот на нескольких рынках. У него, допустим, 10 точек. Если он боится, если штрафы начнут вот так, он вместо 10 точек оставляет 3. Потому что нет смысла держать все 10. И вот, что он рискует. И это называется благодетель. Благодетель. Они реально ввели новый налог на бизнес. И они говорят, что это, значит, как мы любим наших людей. Просто им нужно больше денег на содержание комбина. Им нужно больше денег на содержание прокуратуры, потому что они давали заплатные пенсии на аппаратах. При всем том, что, смотрите, как я вот общался по дороге с пилотами, военных пилотами Николаевской базы. Это военных пилотами, которые на 227 летали, очень серьезные, очень, очень интересные парни, во-первых, герои, потому что пока они летали, пока бизнес не запретил им летаться, они чудеса делают. Извините, у них зарплата меньше там 700 или 800 долларов на руки. В Африки другой из них получают на грузовой машине минимум 5-6 700 долларов. И просто романтика их удержит. Поэтому, да, прокурор заплаты добавляют нужно. Пилоты нафиг им не нужны. А прокурор нужен, чтобы засекретить решение суда. А избавочник должен следить за документом. Здесь тоже есть избавочники, для них хорошая новость. Им добавили зарплату. Привет, ребята. Да. А за счет того, что угара бизнеса бьют. И вы должны сказать, что вы убийцы и соучастники убийства его бизнеса. Потому что вы получаете деньги, которые вы не должны получать, за ту работу, которую вы не должны вести. Вот и вся эта история. У меня такая история была. В 16-м году я был ЧПшник, стал ОООшником по заказу моего заказчика. Я перешел в ООО и начал работать по-белому, как положено. Короче, как надо. Проходит 2-3 месяца буквально. Налоговая не должна вообще вмешиваться, пока предприятие ввода нет. Ну, есть такой закон. Год, потом у тебя какие-то проверки и так далее. Буквально через 3-4 месяца мне один звонок. Подойдите, пожалуйста, налоговый. Я говорю, извините, давайте какую-то бумажку, по которой должен прийти. Вот. Не приходит бумажка. Второй звонок, третий, пятый. Потом все время какие-то посредники звонят. В конце концов, меня вызывают по какой-то ксиве, вот, какая-то скарга на меня приходит, что, ну, короче, что там случилось? Скарга придумана или там никакого фейкового совершенно. Вот. В конце концов, я захожу в налоговую со своим бухгалтером, меня опять же посредники отводят и говорят, вы знаете, вот, у вас сильно много НДСов. Ну, много его. Я говорю, так хорошо, мы наполняем бюджет, ну, все нормально. Старики получают пенсию, там, ну, все что-то получают, мы наполняем бюджет. Они мне говорят, вы знаете, молодой человек, вы нам портите показатели. Вот как бороться с этой властью? Проходит еще какое-то время, опять меня вызывают, давайте мы минимизируем ваши доходы. Я говорю, вы знаете, я не собираюсь этим заниматься, вот, хоть стрелять от меня, не буду. Вот. И начинаются там звонки с банков какие-то там, ну, короче, начинается давление. Вот. В конце концов, заканчивается вот, мы снимаем какие-то дивиденды, опять звонок. А что-то вы много заработали. А я говорю, я сняюсь, я в войне, ну, я помогаю фронту, я помогаю тем, я помогаю этим. У меня есть куда деньги девать, я там устрою дом и так далее. Ну, какая разница, куда они. Вот вы при снятии денег должны написать, там, куда вы их будете тратить. То у вас это волнует, куда я буду тратить. На фронт отвезу ребятам, куплю что-то. Вот. Я, вот, вопрос такой, как с этими людьми бороться? Вот, ну, я переживаю. Я думаю, я тут не один. Сергей, я зовут меня, я не знаю, я здесь очень конечный. Самые активные люди, и так же много людей тоже поднимают, в том числе, визы с инфорс. Он один, он реально измечает. Если гораздо никаких людей было много, много сотен тысяч, Да, они все борются, потому что кому-то неприятно, кому приятно, я на себя отношусь. Я благодарю им, что они меня протаскают во всеми заведениями, на себя ощутил, что такое вообще, как не защищен обычный человек. Реально. Если я не защищен, то есть как вы. Я на какой-то себе защищен, камеры за мной уходят, для страны декламанды везде присутствуют и так далее. Там, звонят тут с Вашингтона, то с Грюсселя, что там в Саакашвили. А Сергей, как можно, может, там, и, допустим, там, замководсегретаре не позвонить или кому-нибудь сенатору. А он все равно это делает. Поэтому он намного сильнее, чем я. И это надо просто оценить. И вопрос тут очень простой. Для налоговой это практически на грани оскорбления, что ты хочешь жить по закону. Потому что они что-то? Если ты будешь жить по закону и платить, что правильно делаешь, то тогда они должны жить на зарплате. Да, и чтобы они проклятили, что ты жил на одной зарплате, для налоговой это очень релеванно. Для таможников, для налоговой и так далее. Поэтому, естественно, они будут за Вас бегать. Другая история с НДС. Я, когда у меня была эта передача из Украины, мы просто многие вещи расследовали. В том числе, есть такой МКХ, Порошенко, личная собственность, в Винницкой области, рядом с Кайсеном. Так вот, до Майдана, он платил вообще, до МНДС у них был мизер. У них рост сто счет раз. Там, по-моему, там тоже 30 миллионов долларов, 40 миллионов, маленькая НДХ. Их налоговые не спрашивают, вот этот куда у нас. То есть, опять же, то же самое. Им, ему можно больше всего, и этому кругу можно. А вам нельзя, потому что вы высовываетесь, и у вас их поставили на свое место. Поэтому мне кажется, что эта система беспредела, это реально вся система, которая должна быть уничтожена. Ее нельзя реформировать, ее нужно перестать. Ну, невозможно, она такая, книлая вообще такая. Как нельзя книлой дом перестроить, так и нельзя перестроить. Систему надо медленно уничтожать, и полосу новой штуки, чтобы выстраивать. И это такое. Первый век планеты человечества развивается с немилыми шагами. Скоро тогда будет. А у нас в стране пеодолицы. Причем в версии там 15-16-го века. Понятно, что всем этим нужно поканчивать, заканчивать, даже есть люди готовы на все. Но я хочу сказать, что сегодняшняя наша встреча анонсирована как кристоспортанцы. Вот вопрос следующий. Я, Геннадий, моя профессия звукорежиссирует. Так, Геннадий. Я бы хотел очень сильно поучаствовать в изменении той ситуации, которая сейчас сложилась в стране. Этот феодолизм. Каким образом? Геннадий, уже... Запросто. Помогу, очень. Уже первая история, что вы поставили точный диагноз. Потому что стране ситуация реально феодолизма. Реально феодолизма. Когда 10 олигархов держат все богатство страны, и обкуривают, то есть страну просто через свои ящики просто убивают и держат в рабстве, когда глава там, какой-нибудь там местный латифудист может сказать всему селу и там вообще всему району, за кого голосовать, когда директор завода говорит, за кого голосовать, когда полиция и СБУ и прокуратуре отданы люди на откуп, это и есть чистый феодолизм. И когда есть один главный феодол, но реально у него тоже ограничена власть, а остальные он, вот он так, накормление отдает области, города и так далее, Украина. Это чистый феодолизм. Точный диагноз. Нам нужны новые люди. Эти люди, я думаю, что мы будем сейчас фейсбук-компанию иметь, мы будем собирать CV, мы будем эти CV разрабатывать. У меня будет телевизионная программа, которая будет именно фокусирована на отборе новых людей. Дальше была еще Украина, которая показала, что в стране ситуация плохая. Это мы уже знаем. Не надо по телевизору это рассказывать. Мы это прекрасно о себе узнали. Сейчас надо знать, как вы хотите, с кем вы хотите. И это надо по телевизору подбирать этих людей. Реально, на глазах всех. И это мы будем вместе делать. И у нас это получится. Спасибо, у меня за этот день рождения. До всего. Девочка, подожди. Я буду искать, что-то мне надо. Поздравляю. Еще раз. Спасибо. Спасибо. А на вас с вами сдавшись, пожалуйста. Сейчас, сейчас. И я хочу батькам тоже покажать. Спасибо большое. Сейчас, сейчас. Обязательно. Геннадий, обязательно. Сейчас, секунду. О, запомнили. Конечно, я хочу запомнить. Я жду вашей СИВ тоже. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Геннадий. Я хочу сделать. Давайте. Спасибо. Все. Супер. Спасибо. Спасибо.